Здравствуйте, меня зовут Андрей Шрамко. Сегодня я вам покажу свои фишки по синхронизации видео из ригов, в которых камеры не синхронизированы специальным кабелем или устройством, когда вы пытаетесь синхронизировать по хлопку. В данном случае это GoPro Rig на 22 камеры, снято в 25 кадров в секунду. Использованы стандартные средства синхронизации премьеры, это когда правая кнопочка, синхронизировать, и он синхронизирует по звуку. Но, как вы видите, эти видео невозможно вручную синхронизировать идеально, потому что рассинхронизация идет в одну вторую, одну четвертую, там одну шестнадцатую кадра. Я вам покажу, как сделать идеальную синхронизацию, когда у нас все четко попадает. Это через After Effects, через плагин Twixtor. Что мы делаем? Сделали предварительную синхронизацию. Кстати, в Мистике то же самое. Вы не сделаете эту синхронизацию так идеально. Она делает по тому же принципу, что и Premiere. Сделали черновую синхронизацию. Файл. Сохранить проект. Проект сохранили. Открываете After Effects. Файл. Новый проект. Не будем сохранять. Файл. Импорт. Импорт Premiere Pro Project. Выбираете сохраненный этот проект. С предварительной синхронизацией. Импорт аудио. Галочка пусть стоит. Окей. Далее у нас 4 шага. Применяем к видео Twixtor. Из 20 FPS делаем, допустим, 250 FPS. Синхронизируем. Потом уменьшаем видео до 25 FPS и рендерим наше видео. Показываю, как это сделать. Вот наши видео синхронизированы. Выделим Ctrl-A, два раза L и мы увидим наш Waveform. Ну, как видите, тоже он здесь. Тот же не синхронизация и её невозможно нам идеально поставить. Обрежем лишнее нам. Ещё раз 2L, чтобы это всё спрятать. И начинаем. Первый слой. Первая камера. Эффект. Ревизион плагинс. Twixtor Pro. В этом плагине всё, что вам нужно, это Frame Blend изменить на Motion Way. Дальше, если у вас хороший GPU, можете его включить здесь, его рендер в GPU. Копируете этот Twixtor эффект и применяете его на все остальные слои. Отлично, теперь при композицию каждый слой. Shift-Command-C и галочку Move Attributes и галочку Adjust Composition Duration. Ок. И так на каждый слой. Не буду я все слои делать, я покажу на части. Часть синхронизирована, часть нет. Дальше. Теперь эти слои нужно удлинить. Правой кнопкой Time, Time Stretch. В данном случае из 25 гадров мы сделаем 250, умножим на 10. Можете умножить на 100 вообще там сделать. Мега супер идеальную синхронизацию. Скопируем это значение. И во все остальные слои повставляем. Сделали. Теперь выделяем все эти наши слои. Два раза L. И мы видим наш Waveform. Аккуратненько берем и синхронизируем. Можно развернуть на весь экран. Так удобнее будет. Сейчас мы двигаем эти слои уже в промежутках нашего кадра. У нас добавилось здесь десяток промежутков. Мы уже синхронизируем одну вторую, одну четвертую, одну десятую кадра. Без проблем. Сделали такую нашу синхронизацию. Следующее. Выделяем наши все слои. LL. Чтобы удобнее было. И опять каждый слой при композиции. Ctrl-Shift. Command-Shift. C. И только уберите эту галочку. Adjust Composition. Move Attributes. Но Adjust Composition снимите. Ок. И пошли. Так дальше. По этим же слоям. Готово. Теперь уменьшаем каждый слой в 10 раз. Как мы его растянули, так и уменьшаем. У нас уже не 100 будет, а 10. Немного я допустил там ошибку. Нужно было перед тем, как в Прекомпозицию закатывать Command-K и добавить длительности сцены. Чтобы не обрезало наше видео. Ну и сейчас, если мы посмотрим нашу синхронизацию по звуку, то вы видите, что у нас в пределах одного кадра звук, этот хлопок, идеально синхронизирован, вот в отличие от вот этих оригинальных файлов, где у нас невозможно, ну тут первые два, они сами попали, а вот этот синхронизировать невозможно, потому что он был в полкадра. Так же самое, допустим, как следующий. Следующий у нас синхронизирован, этот нет, мы его не можем. А в нашем случае уже все эти видео синхронизированы. Ну и дальше по отдельности рендерите и сшиваете это в мистике. Ну всё, будут вопросы, пишите, звоните, хороших вам съёмок, счастливо. С вами был Андрей Шрамко. Пока.